Балхаш Балхаш – уникальное озеро с пресной и солёной водой, расположенное на юго-востоке Казахстана. В бассейне озера проживают миллионы людей. Предполагается, что именно здесь, вблизи озера Балхаш, могут построить атомную электростанцию. Против этого выступают многие экологи и гражданские активисты. Они опасаются, что в случае аварии на АЭС в опасности может оказаться не только само озеро, которому и так грозит высыхание. Радиоактивному заражению будет подвергнута значительная часть территории. Тем не менее, за строительство АЭС проголосовали 70% участников референдума в Казахстане. Но, по мнению экспертов, о честности и прозрачности голосования говорить не приходится. Так, политолог Дасым Садпаев называет референдум инструментом манипуляции общественным мнением, для того, чтобы легитимизировать уже принятое решение. Эксперт отмечает, что перед референдумом велась масштабная пиар-компания в поддержку строительства АЭС. А голосование в основном было направлено на то, чтобы создать видимость демократии. Перед референдумом были оштрафованы немало и журналистов, и медийных структур, которые пытались провести незавидимые опросы населения. Кто за, кто против. То есть власть посчитала это нарушением закона и стала штрафовать. То есть мы видим то, что даже до подготовки референдума и во время самого референдума не было никаких индикаторов, которые позволяли бы замерять как сам процесс голосования, так и реальное общественное состояние касательно АЭС. То есть мы видим только официальные цифры. Но они, как вы знаете, могут не соответствовать действительности. В референдуме принял участие и президент Казахстана Касым Жумарт Тукаев. На вопрос журналистов о том, какая страна будет строить электростанцию, он ответил, что он за то, чтобы АЭС была построена международной командой. Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но моё личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний. Известно, что на заключение контракта по строительству АЭС претендуют компании из Франции, России, Китая и Южной Кореи. Однако аналитики говорят, что даже технически такое сотрудничество практически невозможно. Каждая крупная атомная компания – это игрок сам по себе, у неё собственные технологии, собственные атомные реакторы с разными мощностями, собственная подготовка специалистов к этому технологическому процессу. Всё абсолютно разное. Невозможно их вместе объединить. И поэтому, конечно, даже после этого, мало этого, успокоили эти заявления. И все предполагают, что всё равно рано или поздно ставку могут сделать либо на Россию, либо на Китай, у которых мощные лоббистские возможности на Казахстане. Если строительство станции в итоге будет поручено российскому Росатому, то это поставит Казахстан в ещё большую зависимость от России, говорят аналитики. 15 миллиардов долларов. Сроки строительства тоже были разные – от 7 до 10 лет. Использование ядерных материалов и строительство атомных объектов по-прежнему остаётся спорной темой в Казахстане, который значительно пострадал от масштабных ядерных испытаний советской эпохи. В период с 1949 по 1989 год Советский Союз провёл около 450 ядерных испытаний на территории Казахстана, подвергнув воздействию радиации более полутора миллиона человек. В том числе по этой причине многие граждане страны были скептически настроены по отношению к планам строительства АЭС, говорят эксперты. Продолжение следует...